Всем привет! Вот мы встретились с вами через месяц. Африка снова в эфире. Можешь немножко угомониться? Мне в предыдущем видео написали вопрос, почему я не записал с микрофоном. На самом деле это еще отдельное приключение, потому что она готова перекусить. Теперь этот провод, сгрызть микрофон и много еще чего. Расскажу немножко про собаку, как у нас прошел целый месяц жизни с щенком бассенджа. Эльза, успокойся. Поехали. 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 Бассенджи – метеозависимая порода. В общем, было замечено, это сейчас последние две недели очень хорошая погода, а до этого погода была переменчивая. Тут дождь, тут бывало снег, и только возьмешь ее на прогулку, спустишься вниз парадной на первом этаже, она прям веселая, бежит-бежит, прям торопится выйти на улицу до выходной двери. Доходишь, открываешь ее, и она чувствует, насколько влажно на улице и не готова выходить. Она просто упирается, встает, ее приходится тянуть либо за поводок, либо брать на руки и выносить. В общем, полное отрицание выхода во влажную погоду, влагу она ненавидит, ей не нравится дождь. Мы пару раз в апреле попадали в снег, ну, снег на северо-западе – это нормальное явление, его не было зимой, но весной – пожалуйста. И со снега она прям вот бесится, стряхивает себя. Один раз скулила от того, что замерзла, но вовремя не вернулись, домой попали в снежную бурю, и как бы, видимо, не понравилось лапкам. Так что, вот так. Не знаю, как мы будем переживать осень-зиму, но вот к лету порода очень хорошо относится. Жара, не жара – все, все это отлично, но ураг. Попали в снегопад, давай домой, дорогу быстрее показывай. Дорогу домой показывай, вперед, вперед, вперед. Домой, домой, домой. То же самое отношение к воде, смыть лапы после прогулки – не особо любимое занятие. Все время хочет выпрыгнуть, но каких-то сильных, отрицательных эмоций не проявляет. Вперед, Эльза! Мы купили поводок с динамической длиной, ну, поводок-рулетка, и где-то за неделю научились гулять на нем. То есть она понимает, что нужно идти между хозяином и преградами. Меньше стало забегать за столбы, за кусты, за заборы, для различной преграды, которые приводят к тому, что ремешок запутывается. Но не всегда. Бывают, конечно, исключения, когда чем-то заинтересуется, ее сложно остановить, и она уйдет. И потом приходится обходить вместе с ней преграду. Как выглядят прогулки по 4 месяца? Четыре месяца она спасает только вода, потому что Басан же не любит воду, поэтому она далеко не убегает от нас. Так она становится неуправляемым снарядом. Так беги быстрее! Я не захотела туда. Разрушу стереотип про собаку, которая встает рано утром, будет хозяина, выходить на прогулку, в туалет. Этого ничего не происходит. Басан же она подстроилась под наш график. То есть она встает вместе с нами, ложится вместе с нами. На самом деле спит гораздо больше нас. То есть я просыпаюсь, иду в душ, она продолжает нежиться в кровати. Да, это еще одна из историй, которых стоит упомянуть. И встает вообще после всех. Самая последняя подтягивается на завтрак. Ну и где-то после получаса, после пробуждения, она только хочет пойти в туалет. То же самое с вечерними прогулками. То есть она готова часов с 10 уже ложится спать, и никого не беспокоит до самого утра. Из особенностей породы стараемся гулять много. Выгуливаем, нагуливаем. То, что она приходит домой и начинает спать. Спит по очень много. То есть мы не ожидали от того, что собака будет настолько спокойно себя вести дома. И только в редкие часы просыпается и начинает буйствовать. Поэтому заводить собаку и бояться, что вот из-за нее придется пострадать комфортом, не придется. То есть собака такой же член семьи, который подстраивается под семейный график. Поэтому у нас с этим все хорошо. Вот из кровати брысь. Ушла с кровати отсюда быстро. Четыре месяца. Взять не изменил, так что позже я стал задержаться под комод. Быстро ушла с кровати. Ушла с кровати. Ну, давай, как ты хочешь, надо видеть ничего. Где твоя игра закончилась? Боже, где-то закончится с этим. Мерзор. Мерзор. Сейчас у меня есть вот такойAp. А наilktr способ. О, gaat. Это только его тоже. Поехали. Когда он не может быть. Устан. А вот щекотка. Да. Кент. Устанец. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и для компьютеров. Но опять-таки мы вовремя замечаем, пресекаем ее, а те провода, которые перегрызла, с помощью паяльника уже были восстановлены. Устерна помогает делать ремонт. Застройки в площадке пропадают карандаши, сметки, шпатели, все, что можно унести и покрыть, оно выносится. Субтитры делал DimaTorzok Социализация проходит на ура. У людей на улице щедрыны комплименты, какая классная собака, какая милота, хотят поконтактировать, как касается взрослых, так и детей. Она в этом отношении очень спокойно себя дает погладить, потрогать, проявляет какие-то эмоции, игривость, если перед ней потрясти перчаткой или чем-то. То есть собака, которая показывает то, что она готова играть и никого не хочет обижать. Дети прям без ума, родители спрашивают про породу, как завести. Мы прям удивлены таким количеством внимания. Субтитры делал DimaTorzok Противоположный пример – это племянник, которому 4,5 года, он без ума от собаки, то есть он говорит, что любит Эльзочку, Эльзочка – его любовь, дайте мне, пожалуйста, с ней побеситься, оставьте у меня ее дома, я хочу с ней побыть. Ей через какое-то время такое количество внимания начинает докучать. Но опять-таки это связано с тем, что ребенок не выстроил паттерн поведения с собакой. И он на самом деле ее замучивает, но создает некомфортные условия, от которых она постарается сбежать. Либо она пытается навязать ему свою игру, а ее любимая игра – это «Догони меня». То есть либо она охотится, либо охотится на нее. Смотри, как бабушка бегает. А давай побегай. О, как она! Эльза! 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 Ты убегай куда-нибудь, позови! Эльза! 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 Эх, ты! Эх, ты! Эх, ты! Эй, Эльза, фу! Нельзя! Про социализацию с людьми я рассказал, а социализация с кошкой проходит на ура! Но тут больше отношения к кошке, она стала более спокойна, не тихо ненавидит всех вокруг, кроме хозяев, но к собаке поменялось свои отношения, стала более лояльна, даже могут спать вместе рядом, но только до тех пор, пока собака не начинает себя вести активно. То есть, если она начнет толкаться, если это кошке не понравится, то, соответственно, будет обозначено звуком, рыком, шипением, но в противном случае, если совсем уж все плохо, то тогда может и лапой объяснить, и покусать. При этом собака пытается ей навязать свои игры, когда хорошее настроение, или заносится по квартире, гоняет кошку, кошка психует, когда, соответственно, собака над ней нависает, потому что при ее теперь массе 6,5 кг она спокойно может затоптать 4-х килограммовую кошечку. Руки делать 1-другой воды иitaем затоптать psychologically с грозной, чтобы приклеить лопать, и лопать, и доставать 2-другая воды. Я хочу, чтобы ребенок поднимать, не могу, что ему не помочь, когда он не смеет, как он упал. Дом в двери и кальция. Показывает, что он будет сошедаться с его и поисковой кушке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok так иди сюда ко мне и 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 бассенджи это африканский молчон и за все время которое она провела вместе с нами она до сих пор молчит то есть у нее нет порывов как-то проявить свой лай вой до сих пор тишина и эта тишина сохраняется как на улице так дома при этом мы в городе встречались пересекались с другими породами бассенджи которые почему-то на улице очень активно использует голос на это удивило поэтому мы пока тихонь и 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 Столько грязный, возвращаешься с проколы И нос еще раз вот протри Молодец Мы хотели сделать